МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Минометы и самоходно-артиллерийские установки. Как нарушаются Минские соглашения? -"Одна из самых горячих точек противостояния". Завхозы, протухшая тушенка и детектор лжи. Причем здесь Минобороны. И чем закончится это расследование? Молебен за импортозамещение и Кузькина мать для БигМак-меню. Российские реалии. А знал ли Брегович, во сколько обойдутся пророссийские заявления сербстому композитору? Долой советское прошлое. Законопроекты парламент сегодня принимал один за другим блоками. Задал день польский президент Бронислав Комаровский. Он сегодня выступил в украинском парламенте. О чем говорил и что после изменила Верховная Рада, а что проигнорировала? Подробнее Екатерина Лысенко. Красная дорожка и авто с дипломатическими номерами с утра у входа в парламент. В самой Раде все ждут президента Польши Бронислава Комаровского. Здесь его встречает украинский президент Петр Порошенко. А еще приехал Кабмин всем составом. В сессионном зале нет пустующих кресел. Выступление Комаровского длится более получаса. Его речь то и дело прерывается аплодисментами. Комаровский говорит о свободной Украине и агрессии России. Дает понять, что на Западе будет безопасно только тогда, когда будет безопасно в Украине. И подчеркивает, война не помеха реформам. Последовательное выполнение второго этапа либерализации это тоже шанс или даже гарантия отмены визового режима с ЕС. Польша поддерживает Украину в этом. Реформы судебной системы, децентрализация, дирегуляция, борьба с коррупцией вместе с финансовой помощью Запада объединят Украину как независимое суверенное общество. Дружеское рукопожатие двух президентов. И в зале остаются только депутаты и Кабмин. Рада принимается за законопроекты. Голосуют за военный блок. Один из законов определяет, как работать СБУ в мирной и особой периоды. И как быть при военном положении. Другой закон увеличивает число пограничников до трех тысяч. Это дает возможность поселить стильность охраны государственного кордона на его загрозных направлениях. Государственная прикордонная служба сможет создать и широко использовать новые мобильные боевые резервы. Вслед за этим делают процедуру получения гуманитарных грузов проще и быстрее. Те товары и те гуманитарные грузы, которые доставляются безусловно військовослужбовцам, которые берут участь в антитеррористической операции, мы ставим перед собой такое завдание. Отримают необходимые дозволы буквально за один-два дни. Принимают Рада и целый блок исторических законопроектов. Название «Великая Отечественная война» меняют на Вторая мировая. 8 мая будет Днем памяти. ООН и УПА признают борцами за независимость и запрещают пропаганду коммунистического и нацистского режимов. Мы боремся не с идеями, не с философами, не с науковцами, а с людоидами, людожерами, которые мордували Украину. И больше этого в Украине не допустимо. Я уверен, что парламент 8-го скликания входит в историю Украины как уникальный. Потому что, когда мы увидели порядок денный, в котором нет никакого вопроса, который действительно турбует людей, вопрос мира, вопрос экономической стабильности, а только политической декларации, мы сделали выяснение, что этот парламент действительно уникальный, и он для людей не работает. Поэтому политическая партия и фракция, оппозиционный блок, лишают за собой право не голосовать за проекты законов. Большинство законопроектов, тем не менее, приняли. Часть провалили, а кое-что проигнорировали. Среди прочего парламенту пытались напомнить о коррупции в Кабмине и предлагали все же голосовать за создание Временной Следственной Комиссии. Антикоррупционным комитетом было принято решение рекомендовать Верховной Раде Украины створить темчасовую специальную комиссию для расследования, звинувачений Гордієнка, с боку Гордієнка, уряда Украины в коррупцию. Вымогаю не звлекать, негайно поставить на голосование. Попережаю Сергея Каплина еще раз под час обоговорения вопроса национальной безопасности. Он будет делать политическое шоу, я буду выключать слово. Проблема в том, что Народный фронт борется с любой потенциальной критикой. Они видят в критике опасность. 24 года Советского Союза уже нет, а внутри этих людей Совокский еще остался. У меня был сделан вчера запрос ГПУ по Одесскому НПЗ, где находились нефтепродукты Курченко, которые должны были конфискуваться. И средства, которые от продажи этих нефтепродуктов, где-то на сумму более полутора миллиардов, должны пойти в бюджет государства. Куда делятся эти нефтепродукты? Сегодня они переданы коммерческим структурам, которые имеют непосредственно отношение к народному депутату Пашинскому. На жаль, мы видим сегодня снова спробу отложить это вопрос, заболевать это вопрос. Все же таки подтвердилась цифра раскрытия этим урядом на 3,5 миллиарда гривен. И это довела Генеральная прокуратура, потому что заведены криминальные проведения. Мы надеемся, что все же таки будет проголосована темчасовая следовательная комиссия. Следственную комиссию, как и рабочую группу, не создали. До этого голосования не дошли. Зато на вечернем заседании дошли до законопроекта о рынке газа. Запроголосовали 290 нардепов. Но оппозиция требует переголосовать, поскольку есть факты кнопкодавства. Екатерина Лысенко, Ольга Рысарь, Иван Ермаков, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Вместо проведения реформ правительство погрязло в коррупции, а его непрофессиональные решения приводят к еще большей инфляции. Такое заявление сделал оппозиционный блок. Цены бьют рекорды тысячелетия. Такое мнение высказал нардеп Сергей Левочкин. По его словам, за год цены выросли почти в половину. Последний раз месячная инфляция превышала 10% в сентябре 1995 года. По уровню квартальная Украина откатилась на 19 лет назад, до уровня 1996 года, отметил народный депутат. В результате страдают самые незащищенные слои населения, те, которым завтра нечем будет платить за коммуналку. И каждый пятый гражданин Украины хочет уехать из страны из-за нестабильности и бедности. Таковы данные соцопроса Центра социального мониторинга и Украинского института социсследования имени Еременко. Опрос проводился во всех регионах, кроме Крыма опросили 2800 человек. Три четверти назвали уровень своих доходов недостаточным. Прожиточный минимум на человека в месяц, по оценкам респондентов, превышает 4500 гривен. А это в 2,5 раза меньше среднего дохода. В целом, социологи констатируют очень высокий уровень социального напряжения. 84% опрошенных не верят в завтрашний день. Из-за невозможности найти работу, повышение цен и инфляции. 12% опрошенных готовы выйти на акции протеста. Деятельность парламента, правительства и премьер-министра украинцы оценивают негативно. Вместе с тем, наибольшим доверием пользуется армия, церковь и общественная организация. Половина украинцев верит в то, что есть силы, которые могут изменить экономическую ситуацию в лучшую сторону. Более половины опрошенных назвали украинский бизнес. Еще 31% иностранный бизнес. Двукратный рост доверия к бизнесу социологи называют феноменальным. Вдвичи сбільшились ожидания и визнания того, что украинский бизнес способен стать той силой, которая может поддержать украинской экономике. Как вы видите, этот показатель был 27-28%. В 2011-2012 году сейчас про это сказали почти 54% украинцев. Есть ожидания от федерации работодавцев Украины. Они не были лидерами в тех силах, на которые сегодня предполагается Украина. Но в динамике это снова-таки, этот показатель увеличился. Также результаты опросов показали, что почти 90% респондентов считают, что победу над фашистской Германией нужно отмечать. При этом 78% ответили, что праздновать стоит именно 9 мая, а не на день раньше. Вариант святкувания 8 травня, как в странах Западной Европы, поддерживали 8%. То есть на сегодня можно сказать, что сохраняется традиция, сохраняется ставление к этой победе, перед всеми как победы в Великой Вечественной войне, а не как к событиям Другой Световой. Запрет на красное прошлое, как в Польше, Молдове, Грузии и странах Прибалтики. А еще рассекреченные архивы КГБ. Когда все это заработает и что это нам даст? Елена Зорина разбиралась. Вот так почти одним махом нардепы распрощались с коммунистическим прошлым, а еще дали шанс тем, кто хочет узнать тайны архивов КГБ. Их рассекретят все. НКВС заарешетовала моего деда в 1946 году. Наша коллега Инна Белецкая о своем прадеде знает немного. Погиб в лагерях, но когда, где похоронен, до сих пор неясно. Со времен независимости Украины хочет узнать правду, но пока безрезультатно. Бабуся, умирающая, заповедала обовязково найти могилу своего батька в Мордове. Мы понимаем, что это, наверное, братская могила, но хотя бы место расширения знать. И привезти ей шмоток земли на ее могилу. Раньше он работал в архивах СБУ. Теперь возглавляет Институт национальной памяти. Именно ему достанутся дела КГБ с 1917 до 1991. Будет ли это картотека, будет ли доступ ко всем делам и будет ли все в Киеве, пока неясно. Эти бумаги сейчас хранятся в МВД, СБУ, Управлении внешней разведки, часть Минобороны. Их нужно для начала рассортировать. А в институте набрать штат. Пока здесь при работе только 7 человек. Все это вопрос нескольких лет. А пока дела будут рассекречивать, вот эти кадры канут в историю. Показывать Ленина красные флаги, вымпелы теперь будет запрещено. Хранить такое и увидеть можно будет только в музеях. Публичная демонстрация под запретом. Улицы с коммунистическим прошлым придется переименовать, а сувениры спрятать. Серпы, молоты, красные звезды на футболках, фуражках и даже флягах. Это Андреевский спуск. Коммунистическую символику здесь продавцы сувениров убирать пока не спешат. Ну, ее хоть и изредка, но покупают. Приносят старики, а покупают иностранцы. Франция, Китай, Америка. 100 гривен. Ну, за символику. У Михаила красные знамена не только на прилавке, но и на стуле под ним. Он хоть и не фанат коммунистов, но сувениры, говорит, можно было бы и не запрещать. Потому дождется, пока закон вступит в силу. А случится это, как только его опубликуют. Символику не уничтожат. Прячу. У нас же в крайностях все. А может и выгодно продать получится, как то, что осталось от разрушенного в Киеве во времена Майдана вождя пролетариата. Елена Зурина, Максим Кошли, Валентин Белич, Николай Василюк. Подробности в телеканал Интер. Обстрелы украинских позиций продолжаются вдоль всей линии разграничения. Интенсивность их заметно снизилась, но боевики и дальше используют запрещенное оружие. Геннадий Вивденко сегодня работал в районе Донецкого аэропорта. Давайте посмотрим его репортаж. Поселок Омбытное. Всего в нескольких километрах от Донецкого аэропорта. Сейчас, возможно, это одна из самых горячих точек противостояния за Донецкую область. Почти каждый день обстрелы или работа диверсионных разведывательных групп противника. Поселок до октября прошлого года был нечейный. Но как только его заняли украинские войска, сразу понадобился боевикам ДНР. Большинство зданий разрушены, жители почти все бежали. Сейчас в поселке базируются бойцы 93-й механизированной бригады. Этот отряд разместился в одном из покинутых коровников. Здание разрушенного Донецкого аэропорта видно из окна до развалин 2000 метров. Оттуда то и дело выскакивает бронетехника врага. Крыша в дырах от крупнокалиберных снарядов и мин. В полдень боевики открывают огонь по соседней шахте «Зенит». Она на стратегической высоте. Тут потеряли аэропорт январе, зато заняли тактически верное место по контролю за половиной Донецка. Это залит противника. Выстрелы там. Это сколько там, 10 километров, 3 между ними, да? Ну, дистанция, примерно. 2-3 километра. Ага. Пять взрывом там. Ну, это Василёк. Ради развлечения. Да. Побалываться, так называют. Побалываться. Против бойцов 2-го батальона 93-й бригады действуют бангруппы «Спарта», «Сомали» и «Восток». Сейчас диверсионные группы почти ежедневно пытаются найти бреши в обороне опытного. Наступали ночью, полтора дня пролежали на земле, на холодной дождь. Наступали, стреляли, стреливались. Горячевато стреляют постоянно. Вот сзади у Вас аэропорт. Стреляют регулярно. Мы, конечно, даём же им ответ. Не расслабляемся. Чистый четверг. Кто-то уже сходил в баню-землянку. Остальные на очереди. Впереди Пасха настроение приподнятое. У замкомбата 2-го батальона с позывным «Дед» подарок. Автобус, таблетка и куча инструментов. Смотрите, нам всё передают волонтёры, которым мы очень благодарны. Это те люди, которые именно помогают этому батальону по ремонту техники. Дед решил ещё на год по контракту остаться в бригаде. Учить, говорит, новоприбывших в науке, родину защищать. Солдаты постарше воспитывают щенка по кличке «Дембель», найденного в соседних разрушенных Песках. И вспоминают о доме. Так как раз до нашего «Дембеля» она подрастет. Как раз будет то, что надо. На другой позиции стояли. У нас собака был. Его звали «Перегар». До августа новобранцы будут перенимать боевой опыт бывалых бойцов. Посёлок остаётся важнейшим рубежом обороны украинских сил в Донецкой области. Геннадий Вивденко, Владлен Ноль, Руслан Терентьев. Подробности телеканал «Интер» из опытного Донецкой области. И прямо сейчас Геннадий Вивденко с нами на связи. Гена, здравствуй. Расскажи, о чём ещё тебе известно. Наталья, мы были свидетелями, как в секторе обороны на линии Пески «Опытная» в районе Донецкого аэропорта. С 9 утра. Противник обстрелил украинские позиции достаточно интенсивно. Были слышны характерные тяжёлые гулки и разрывы, привычные уже по опыту для крупнокалиберной артиллерии или же миномётов. В целом, бойцы на позиции говорили, что сегодня ещё достаточно тихо, вероятно, из-за наступления христианских праздников. Однако же о тишине говорить вовсе не приходится. В целом, на линии разгонечения украинские военные насчитали два десятка зон обстрелов. Это в основном населённые пункты Авдеевка, «Опытная», «Пески», «Водяное». Используется стрелковое вооружение, гранатомёты, танки, зенитки в районе Авдеевки с 120-мм орудия. Есть сообщения о стрелковом бою также в районе Крымского. Это стратегический оборонный пункт на трассе Бахмутка-Лесичанск. На этом пока всё. Наталья. Спасибо, Гена. Геннадий Вивденко из Донецкой области был с нами на связи. А теперь Мариупольское направление, село Широкино, там по-прежнему неспокойно. Обо всём подробнее расскажет Эльвина Светбулаева. В районе посёлка Широкино пророссийские боевики стреляют постоянно. В час ночи открыли огонь из гранатомёта и стрелкового оружия. После вчерашней перестрелки двое украинских военных были ранены. Одного врачи уже отпустили, второй ещё в больнице. Состояние пострадавших в средней тяжести. Угроз жизни нету. Конечность является жизнеспособным. Пока противник на передовой атакует наши позиции, а бойцы продолжают держать оборону, здесь в тылу. Их собратья ремонтируют бронетехнику. Всё делают своими руками. Кто ездит, то ремонтует. Игорь приехал из Киевской области, окончил училище, работал сварщиком. Сейчас использует свои навыки. В случае чего готов идти в бой. Такое жизнь надо, значит надо. Всё. Я не то, что там за какие-то нагороды. У меня двое дитя, у меня жена. Я хочу, чтобы они жили нормально. В свободной Украине я хочу, чтобы они жили. И всё. Вот эту бронетехнику Александр нежно назвал именем любимой. Это моя девушка. Его машина на передовой роет котлованы и противотанковые рвы. На один купонир – 20-30 минут. В зависимости, какая земля. Если песок, то можно за 15 минут. Если тверда поверхность, то пів години. К армейцам накануне пасхальных праздников приехал военный капеллан. Пообщался с каждым. Осветил куличи и подарки, которые привезли волонтеры. Страстный тиждень. В чьем мы переживаем страсти Христовой. Прошу Бога, чтобы Господь направил помыслы и думки людей в мирное русло. Сподіваємось. Эльвина Седбулаева, Даниль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности – телеканал «Интер». И о том, что прямо сейчас происходит в районе Мариуполя, мы узнаем у Эльвины Седбулаевой. Она с нами на связи. Эля, здравствуй. Что-то ближе к вечеру изменилось? Здравствуй, Наталья. Сегодня ситуация в Широкино остаётся всё ещё напряжённой. Хотя сегодня обстрелов не было, скорее всего, это связано с тем, что миссия ОБСЕ побывала в посёлке. Там зафиксировала разрушенные дома, школы. А также увидела, как усыпаны неразорвавшиеся мины. Представители миссии говорят о нарушении режима прекращения огня и о применении запрещённого оружия. Танки, миномёты 82 мм, 120 мм, гаубицы 152 мм. Снаряды двух последних, которые я назвал «Калибров», не должны там находиться, согласно минским договорённостям. Такая ситуация на данный момент, Наталья. Спасибо, Эля. Эльвина Сидбулаева о визите миссии ОБСЕ в район Мариуполя. И о том, как прошёл сегодняшний день на территориях подконтрольных боевикам. Мы дозвонились до жителей Донецка и Луганска. Давайте послушаем. По Донецку действует диверсионная группа неизвестного происходения. Идёт обстрел в крайних районах, в том числе и совершенно мирных. Предположительно, это вооружённое формирование, которое никому не подчиняется и жаждут только убивать, мародёрствовать и продолжать войну, которая является смыслом их жизни. Сегодня по всему городу идут взрывы. Работает сильно, работает громко, работает часто. Все готовятся к Пасхе, пытаются поддерживать, скажем, праздничное настроение. В принципе, в магазине хватает всего. Но, к сожалению, цены просто невероятные. Не хватает нормальной цены. А бывает не хватает крупы гречневой, рисовой. Бывает не хватает. Сахар тоже очень быстро раскупают. Аптеки у нас сейчас заполнены на 20%. Полки даже больше, чем наполовину пустые. Центральные аптеки под заказ могут что-то привозить. Но цены там космические. Из-за того, что как бы не платят деньги, скажем, на гражданских объектах, то, естественно, что люди идут в ополчение. Там, где люди получают какие-то деньги. Даже не потому, что там человек как-то настроен пророссийский, или как-то против Украины. Ну, просто элементарно. Надо кормить семью и себя. Подавляющее большинство людей за коммуналку не платят. Вот если раньше, когда Украина была подконтрольным у Украины, старики из каждой пенсии стояла сразу очередь. И все платили за коммуналку. Соседка практически человек умирает с голода. Потому что она неходячая. Пенсию она переоформить не может. Ей по всему миру понитки. Потому что люди вот именно что выживают. В 21 веке, ну, я не знаю, это просто страшно. Это действительно страшно. После вчерашнего материала о том, что Минобороны якобы закупает дистопливо оптом дороже, чем в розницу на заправках, чиновники ведомства дали нам комментарий. Что сказали? И кого теперь там проверят на детекторе лжи? Подробнее Татьяна Винникова. 30 тысяч тонн дистоплива для украинской армии. На каждом литре 2 гривны накрутки. Получилось 170 миллионов гривен растраты. Подсчитал парламентский комитет по нацбезопасности и обороне. И обвинил Министерство обороны, мол, дизель, который военные чиновники купили оптом, дороже, чем на обычных заправках. Генпрокуратура изучает законность топливных контрактов. Их подписала Нелли Стельмах. Именно она занимается госзакупками в ведомстве. В телефонном разговоре с нами рассказала, с обвинениями в Минобороны не согласны. Завысили загальную вартизь контракта на 42 миллиона гривен. Далее у нас еще были переговоры. Мы еще 13 миллионов. Мы прозори, как скло. Так завысили или нет цены на топливо? Разберутся правоохранители. Расследование продолжается. А вот другая скандальная оборонная история закончилась. Командир Центра ветеринарной службы при Минобороны погорел на взятки в 57 тысяч гривен. В СБУ и военной прокуратуре подтверждают. Деньги полковник, фамилию его не называют, получил за справки за пригодность некачественных консервов для украинских военных. Я знаю всю историю. Проважены сотни криминальных проважений, которые в первую очередь стоят злочин, або обставин, або знак злочин, вчиненных військовослужбовцами, або на территории військовых частин. Сказанный командир військовослужбовцами затребован пребывает на автвахте. Следствие отребает. После этого скандала министр обороны Степан Полторак издал указ. Все работники баз и складов Минобороны, проще говоря, завхозы, пройдут проверку на детекторе лжи. Кроме теста на полиграфе военных завхозов ждут полный переучет хранилищ и внеплановая переаттестация. Всех сотрудников, не подтвердивших квалификацию и честность, в Минобороны обещают уволить из армии. Татьяна Авинникова, Валентин Белич, подробности телеканал Интер. Ну а тем временем депутаты Харьковского и Запорожского облсоветов сегодня определялись, считает ли Россию страной агрессором. Если одни единодушно высказались за, то вторые решили схитрить. Сергей Бордюжа подробнее. Противники и сторонники России впервые за полгода спорят на привычном месте, под стенами Харьковского облсовета. Здесь депутаты принимают решение, признавать или нет Россию агрессором. Тут горячо, но без драки. На всякий случай митингующих кордоном разделила милиция. А вот в самом сессионном зале небывало единодушия. 99 человек голосуют за признание России государством агрессором. Против только трое. Хотя всего месяц назад депутаты даже не захотели включать этот вопрос в повестку дня. Сегодня же уверяют, решение осознанное. Это решение будет направлено, в первую очередь, на организацию территориальной обороны, обороны мероприятий, связанных с этим, защитой границы, реализацией программ, которые мы уже приняли и будем еще принимать. Вопрос о признании ЛНР и ДНР террористическими организациями, а России страной-агрессором стоял сегодня перед запорожскими депутатами. Это не прохание Запорожской областной державной администрации. Это вымога часу. Это вымога сегодня. Из 80 присутствующих в зале депутатов – за 63. Но оказалось, принятое заявление всего лишь обращение к общественности. А это уже реакция местных майдановцев. Обещают блокировать здание, если депутаты не внесут поправки в решение. После долгих кулуарных споров текст обращения все же немного обновляют. Переконаны, что весь мир, проведенные международные организации, национальные парламенты, вызнают факт участия Российской Федерации поддержки агрессии против Украины и требуют притягивания государства-агрессора и террористической организации ДНР и ЛНР до ответственности за вчинение злочин. Покажут какие-то плембозные, как фигни. Все, да, перекрутили до дурней. Общественники в итоге разошлись, правда так и не поняв, признал облсовет Россию агрессором или нет. Сергей Бордюжа, Лидия Калинина, Игорь Воробей, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Агрессия России, коррупция, неэффективное государственное управление. Это основные угрозы национальной безопасности Украины, которые отмечены в проекте новой стратегии нацбезопасности, подготовленной СНБУ Украины. Над документом работали около 30 институтов. Стратегия предполагает повышение боеспособности украинской армии, возрождение оборонной промышленности, борьбу за информационное пространство. Кроме того, особое внимание уделено возрождению ракетного щита страны и развитию аэрокосмической разведки. И самое главное, документ гласит, что будущее национальной безопасности Украины тесно связано с европейскими и евроатлантическими стремлениями. Мы видим в членстве в НАТО единую надеянную гарантию государственного суверенитета и территориальной ценности страны. Преоритетом есть проведение стандартов в НАТО. Вслед за Украиной в Польше отменили выступление Горана Бреговича. Сербский композитор и исполнитель, кроме концерта, должен был вести фестиваль в Освенциме в июне. Но организаторы мероприятия передумали. Такое решение связано с выступлением Бреговича в Крыму в конце марта. Тогда он, кстати, заявил, что ему все равно будут ли срываться его концерты в Европе. А вот какой ответ американскому фастфуду готовят деятели российской патриотической киноиндустрии? И что так пугает российскую власть после трагедии в армянском Гюмри? Подробнее Данил Русаков из Москвы. Вот она, та самая патриотическая многострадальная мобилизация, о которой так мечтали кремлевские политтехнологи. Московская патриархия на днях собирается провести молебен во славу импортозамещения. А братья Никита Михалков и Андрон Кончаловский намерены показать Кузькину мать всяким Макдональдсам. В российской прессе появилась даже информация. Деятели искусства хотят создать сеть альтернативного фастфуда. Предполагаемое название «Едим дома». Сообщается, будто бы Путину проект пришелся по душе. На реализацию нужно всего ничего, каких-то 18 миллионов долларов. Впрочем, пресс-секретарь главного кремлевского чиновника Песков что-либо комментировать на сей счет не хочет. То, что сегодня происходит с российской политикой, поддаются извлечению только карательной психиатрии советского образца. И сегодня, как вы мне сообщили, еще происходит какой-то молебен за импортозамещение. Тем временем российская судмедэкспертиза признала вменяемым Валерия Пермякова, которого следствие считает виновным в убийстве целой семьи в армянском городе Гюмрево. Инослужащий 102-й военной базы федерации был арестован в январе после массовых выступлений местных жителей, которые требовали судить Пермякова в Армении. Такая картина, по всей видимости, очень пугает российскую власть. И дело Пермякова на контроле у руководства Следственного комитета. А внутренние войска почти синхронно начали отрабатывать приемы подавления массовых выступлений в России. Так, на всякий случай. А вдруг болотное воскреснет. И тут свой Майдан. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Первое рукопожатие за несколько десятилетий. Сегодня во время саммита стран Северной и Южной Америки впервые встретятся и пообщаются Барак Обама и Рауль Кастро. Чего ждать от этой встречи Дмитрий Еловский. Подробнее из Вашингтона. Саммит Америка, который начнется сегодня в Панаме, станет первым для кубинцев за много-много лет. Еще в 60-х их получили от встречи с соседями на высшем уровне. В 2009-м вернули это право, но только в этом году Рауль Кастро решил воспользоваться этой возможностью. Хотя официальные переговоры между ним и Обамой не запланированы, в делегациях все-таки намекают. Лидеры стран обязательно встретятся и пообщаются с глазу на глаз. Скорее всего, будут говорить о перспективах открытия посольств в Гаване, ну и здесь, в Вашингтоне. В конце прошлого года Барак Обама взял курс на смягчение санкций против Кубы. Первым делом это снятие эмбарго и открытие дипмиссии, потом уже все остальное. На Кубе этому, безусловно, рады практически все, а вот в Америке такого единодушия нет. В политических элитах ведь здесь довольно много потомков-выходцев из Кубы. И они, как и сильная кубинская диаспора, считают, что навстречу острову свободы идти пока что нельзя. Пока там не сменится правящая политическая группировка братьев Кастро. Капитолий в целом довольно скептически относится к намерениям президента. А если на президентских выборах выиграют все-таки республиканцы, то перезагрузки с Кубой вообще может положиться на неопределенный срок. Но Куба это ведь еще очень важный плацдарм для России в регионе. Гавана всегда была союзником Москвы, бизнес-интересы россиян на острове свободы ставили выше остальных, а морские порты служили очень важным перевалочным пунктом для выезжей российских торговых и военных кораблей. Сейчас все может измениться. Повысится конкуренция, возрастут риски, и остров фактически придется делить на двоих. А если Куба подружится с Америкой, то долго сидеть на двух стульях уж точно не получится. И лавирование между интересами двух держав уж точно очень усложнит отношения с Россией. А потеря Кубы для Кремля станет тяжелым имиджевым ударом. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Янтарное банкротство. Как дорогое ископаемое могло опустошить предприятие? И что в обвинительном акте Александру Попову? Янтарь делала тонко. Скандалились даже те, кто имеет исключительно законное право заниматься добычей этого камня. В разворовывании миллионов государственных гривен подозревают руководители госпредприятия Бурштин Украины. Сегодня в СБУ заявили, что предприятия пытались довести до банкротства по мошенническим схемам. И подозревают, что в Ривненской области добывали янтарь незаконно под видом георазведки, а потом вывозили за границу. Работники предприятия уже не первый месяц выступают против руководства, но в Кабмине на эти протесты не реагируют. По поводу нелегальной добычи янтаря мы делали не один материал. И все они были связаны со скандалами, в которых замешаны депутаты, местные чиновники и милиционеры. Чего столько стоит, например, тот факт, что прямо из кабинета следователя были украдены 130 килограммов янтаря и 80 тысяч долларов. Мы продолжаем следить за этой темой, и уже завтра у нас будет свежий материал. Новое дело Януковича и несостоявшаяся террористическая республика. Что еще приписывают беглому экс-президенту? Кого планируют допросить здесь, в Украине? И как в Одессе готовили клон так называемых ДНР и ЛНР? Подробнее Ярослав Кречко. Узурпация власти в три этапа. Это, если коротко, о деле, которое вчера поздно вечером СБУ завела на Януковича. Первый этап – незаконное, по мнению следствия, создание коалиции в парламенте. Второй – лишение Верховного Суда его основных функций. И третий – возвращение Конституции образца 96-го года. Во всем этом Януковичу помогало окружение, народные депутаты и судьи Конституционного Суда. Допросить СБУ планирует более сотни чиновников, нардепов и служителей Фемиды. Многих считаются участниками, но фамилий пока не называют. Другие люди, которые действовали совместно с Януковичем, также выполнили служение власти и служебного становища, что привело к тяжелым последствиям. А именно – нелегитимную измену Конституционного власти в Украине. А также полная концентрация власти в руках президента Украины. Еще одно громкое дело, о котором рассказали в СБУ, связано снова с Одессой. Напомню, на днях там задержали 10 боевиков, а теперь сразу 29. В том числе четырех организаторов диверсионной группы. В Одессе они планировали ряд политических убийств, захват стратегических объектов и создание так называемой Народной Республики. Кроме планов выборов, оружия, разрушенности и конспирации, четко сбудовывали сепаратистское крыло на отрывание территории от Украины, а также незаконную армию даже разбудовали. То есть и шли полностью за сценарием ДНР и ЛНР так называемых. И не забыли в СБУ о своем руководителе времен Януковича. Александру Якименко оформили подозрение в финансировании террористов на Донбассе. Речь о поставке боевикам оружия в мае прошлого года и непосредственно перечисление десятков тысяч долларов. Ярослав Кречко, Евгений Каминский, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. И сегодня также продолжился суд по делу о разгоне Евромайдана. Экс-главе Киевской госадминистрации Александру Попову зачитали обвинительный акт. Что в нем и как на все это отреагировал сам Попов. Подробнее Елена Митясова. На скамье подсудимых Александр Попов, как всегда, пунктуален, готов доказывать свою невиновность. Генпрокуратура зачитывает обвинительный акт. Экс-мэру им криминируют пособничество силовикам, которые в ночь на 30 ноября разгоняли студенческий Евромайдан. Попов тогда распорядился установить новогоднюю елку. 30 листопада 2013 года дали указку заступнику главы КМДА Кучуку сделать заезд транспортных средств, завантаженных элементами конструкции новоречной ялинки и металевыми щитами для ограничения территории Майдана в независимости. Попов только исполнитель, говорится в обвинении. Действовал по указанию экзамглавы СНБО Севкович. Тот по приказу Клюева. Клюев в сговоре с экс-главой МВД Виталием Захарченко. Когда коммунальная техника въехала на Майдан, Севкович с бывшим главой столичной милиции Валерием Коряком приступили к операции. Руководили лично из кабинета. Но где здесь состав преступления Попова, недоумевают адвокаты. Они говорят, что Захарченко, Клюев и Севкович разработали план. Напишите, с которым меня знакомили Попова. Они не знакомили. Потом мне что-то там вернулись до Попова. А Попов-то даже по тем вымогам не знакомился с этим заключенным планом. Фелькиной грамотой называют обвинение и сам Александр Попов. Говорит, материалы дела прочел от корки до корки. Доказательств его преступления там нет. Да и быть не могло. Но дальше обвинительного акта дело в суде не пошло. Как только стали зачитывать иски пострадавших, их 84 всплыли недоработки. О суде не оповестили родителей несовершеннолетнего пострадавшего, а также родственников активиста, который погиб на Майдане. Адвокаты потерпевших сразу же заявили. Это затягивание дела. И попросили перерыв. На сегодняшний день Генеральная прокуратура делает, как и делала в расследовании, все для того, чтобы так и случилось. Следующее заседание по делу Попова назначено на 20 апреля. Елена Митясова, Сергей Ведмедь, подробности, телеканал Интер. Но в Милане прямо во время судебного заседания были расстреляны судья и двое свидетелей. Кто стрелял и как он пронес оружие в Дворец правосудия. Подробнее Татьяна Лагунова. Это было рутинное судебное заседание. В Миланском Дворце правосудия, он находится в самом центре города, слушали дело об умышленном банкротстве. Местного предпринимателя Клаудио Джарделло обвиняли в том, что он намеренно разорил свою телекоммуникационную компанию. Что именно произошло во время заседания пока непонятно, но ответчик вдруг открыл стрельбу. Он убил судью, двоих свидетелей, еще один человек скончался от разрыва сердца, видимо, испугавшись происходящего. Вот что рассказали очевидцы. В какой-то момент люди начали бежать. Они сказали, что там мужчина с пистолетом и он стреляет. Я была на первом этаже, и мы спрятались в кабинете судьи. Позже появилась полиция, и нас проводили к выходу. Стрелок сбежал. Его задержали спустя час в пригороде Милана. Сейчас полиция допрашивает мужчину и выясняет, как ему удалось пронести в здание суда огнестрельное оружие. Ведь по правилам все, кроме сотрудников Дворца правосудия, должны пройти через рамку металлоискателя. И почему он открыл стрельбу. Впрочем, уже понятно, что теперь задержанный на свободу выйдет не скоро. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. И теперь о громком суде в Соединенных Штатах. Смертная казнь или пожизненное заключение. Жюри присяжных в Бостоне признала Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения. 15 апреля 2013 года во время бостонского марафона в результате теракта погибли 3 человека. Более 260 получили ранения. В организации взрывов обвинили братьев Царнаевых, живущих в США, уроженцев Чечни. Тамерлан Царнаев погиб при задержании. Вторая стадия процесса, в ходе которой будет определена мера наказания, начнется уже на следующей неделе. Ну а в Черкассах обманутые российским олигархом люди в суды не верят и готовы действовать самостоятельно. Что это значит и в чем селяне обвиняют бизнесмена? Подробнее Станислав Кухарчук. Антонина Алексеевна показывает ферму, где работали ее муж и сын. Сейчас здесь одни руины. Беда пришла, когда коллективное сельхозпредприятие перешло в частные руки. Эту передачу должны были согласовать на собрании пайщиков. Но ничего подобного женщина не припоминает. Организованная стабильная работа была в конце 2011 года. Начали в зубе звольняться люди. Они подписывали эти договоры о ренде. И кто подписал? Так же остались без работы. Новый хозяин арендует почти 11 тысяч гектаров угодий вместе с помещениями, техникой и даже скотом. Это по документам. Но селяне уверяют, строения все снесены. Тракторы и комбайны давно ушли на металлолом. А за земельные участки пайщикам платят копейки. Слава Украине! Героям слава! Сегодня пайщики пришли к краю администрации протестовать против арендатора. Майже 1600 гривен. Не доплачивают. Нам не доплачивают. 1600 гривен. Каждому арендодавцу. И чтобы платили по-нормальному людям, как положено. Как все платят. Интересно, что претензии у людей не только финансовые, но и политические. Фактически создатель холдинга – российский олигарх. Выбородин России. Потапенко – он фактическим властником господарства. С того агроку. На сегодняшний день он находится в России и находится под следствием. Игорь Потапенко прославился не только в Украине. В мае прошлого года российские власти обвинили олигарха в махинациях с землей на 20 миллиардов рублей. Сейчас он в Москве под домашним арестом. На импровизированной встрече с пайщиками его интересы представляют юрист и исполнительный директор агрохолдинга. Но разговор не заладился. Это, что касается материального обстановления для подальшей спецпроекции. Мы же вас не просим материальную помощь. Руководство предприятия предлагает пайщикам не выносить ссор из избы и решить вопросы либо в индивидуальном порядке, либо обращаться в суд. Люди не согласны. Многие уже не раз судились с холдингом. И это ни к чему не привело. Теперь селяне настроены более радикально. Если их требования не выполнят, готовы блокировать работу предприятия. А под Одессой социальный бунт. Жители Ивановки против областных властей. Чиновники решили закрыть в поселке филиал аграрного лицея. Там учат будущих трактористов, слесарей, швей, продавцов, водителей. Учебное заведение чиновники посчитали слишком мелким и неконкурентоспособным. Свои мысли по этому поводу отправили в Минобразование. А людей просто поставили перед фактом. Филиал ликвидируется. Сегодня местные жители, учащиеся лицея и активисты обстоятельного блока митинговали перед зданием райсовета. Это учебное заведение единственное в Ивановском, да и в соседних районах. Если детей из небогатых сельских семей распределят по училищам других населенных пунктов, у них элементарно не будет денег даже на проезд. На внеочередной сессии депутаты райсовета прислушались к мнению земляков и направили обращение к центральным властям и областным чиновникам с просьбой не закрывать филиал лицея. Если мы сейчас наши детей не выучим, что будет с ними через пару лет. Не только с ними, даже с вами. Вы же рано или поздно будете стариками, рано или поздно выпадете на пенсию. И кем вы себе думаете заменить? Заблокировали, напали и отобрали. По такой схеме сегодня неизвестной в форме бойцов правого сектора совершили два нападения на автомобили со свежим тиражом газеты Вести. Всего украли 15 тысяч экземпляров. Причем при нападении на второй автомобиль избили водителя и угрожали сжечь автомобиль. Об этом рассказал Игорь Гужева, собственник этой газеты. Вести уже обратились в правоохранительные органы с заявлением. И планируют усилить охрану своих сотрудников. В правом секторе признали, что это действительно их активисты, а применение физической силы к водителю назвали чрезмерной эмоциональностью. Просто после акции заявилось, что они за дивным сбегом обставин выявились членами правого сектора. Но люди в таком способе выразили свой протест. Эти примирники были созданы в макулатуру, и деньги пойдут на выпуск уже патриотической газеты. Мы решили перейти к откровенно криминальным методам, воздействия на нас. Но я хочу подчеркнуть, что наша газета все равно будет выходить. Мы якобы много внимания уделяем проблемам, которые существуют в стране. Пишем о росте цен, безработице, о социально-экономической ситуации, о коррупции и так далее. На что мы отвечаем, что, извините, мы пишем то, о чем говорит страна. Мы пишем то, что реально в данный момент волнует людей, нравится эта власть или не нравится, тоже не наши проблемы. Как потерять работу из-за Мао Цзэдуна? За что пользователи Гугла могут сказать спасибо Джей Ло? И кто и почему подают в суд на Фейсбук? Об этом не только в нашем обзоре. Позарился на святое. В Китае шоумена Би Фудзяня отстранили от эфира после нецензурной песни о Мао Цзэдуне. Пародию на культовый революционный хит популярный телеведущий спел в кругу друзей. Видео сам выложил в сеть. Оскорбление основателя Китайской Народной Республики возмутило общественность. А центральное телевидение на 4 дня приостановило выход программы с Фудзянем, чтобы решить его судьбу. Уроки Ким Чунына в северокорейских школах в программу вводят новые предметы о жизни лидера страны. Учителя уже получили необходимые методические материалы. Местные школьники теперь узнают не только о деятельности Ким Чунына, но и как в 3 года он научился водить автомобиль, а в 9 выиграл регату исполнительного директора иностранной компании. Замуровали демоны. В Германии кот 27 дней просидел в нише под ванной. Симба, так зовут животное, пропал еще 8 марта. Хозяева искали любимца, развешивали объявления и даже ходили с факелом по ночам, чтобы увидеть блеск кошачьих глаз. Но безрезультатно. Нашелся у соседки, она услышала странные звуки в отремонтированной ванной, позвала спасателей. Те и вызвали ли замурованного кота из ловушки. Андриас Любец мог подмешать капитану разбившегося в Альпах аэробуса слабительное, предполагает немецкое издание «Экспресс». Оно пишет, за день до катастрофы второй пилот якобы искал в интернете информацию о таких средствах. Перед трагедией, которая унесла жизнь 150 человек, любит сгуглилые варианты самоубийства, а также способы защиты дверей кабины экипажа. Все дело в платье. Наряд Дженнифер Лопес реформировал Гугл. Благодаря платью, которая певица 15 лет назад надела на церемонию вручения Грэмми, появилась функция «Поиск по картинке». Когда люди массово искали сведения о наряде в интернете, в компании поняли, пользователи хотят чего-то большего, чем просто текст. Неприватная приватность. В Австрии 25 тысяч пользователей требуют 13,5 миллионов долларов в компенсации от Фейсбука. Они обвиняют в социальную сеть в нарушении европейского законодательства в области конфиденциальности. Юзеры утверждают, Фейсбук следит за ними, собирает и использует их личные данные. Дело рассмотрит суд Вене. Если ИСЦ выиграют, то получат по 540 долларов каждый. Подробности Юэй – это наш сайт. Информация там обновляется постоянно. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова